Всем привет! Это очень странные новости. Австралийский блогер чуть не умер во время суточного благотворительного стрима из-за постоянного сидения за компом. У него образовался тромб, который едва не убил его в прямом эфире. Проф-заболевание номер один. В Канаде вскрылось, что в 2019 году одна школа изъяла из библиотеки все нетолерантные книги и сожгла их во время антирасизма. В Британии жительницы дома вызвали социальную службу на соседку, которая постоянно кричит на сына Джорджа, что он больше не получит еды. Приехавшие чиновники попросили женщину объяснить, почему она морит ребенка голодом. Женщина рассмеялась и позвала Джорджа. Из комнаты выпал жирнющий кот. В Казахстане копы задержали мужика, который перевозил в тачке краденую лошадь. Ты не ты, когда голоден. В Ростове собаки-вандалы разгрызли иномарку, пытаясь достать кошку из-под капота. Если бы не камеры наблюдения, то сложно было бы поверить, что такое могли сотворить собаки. Погрызли бампер до такой степени, что он отвалился. Испортили электрику, вырвали подкрылок. Утром вышли на работу, а машина буквально разорвана. Открыли капот, оттуда выбежали кошка. Видимо, ее и пытались достать собаки. В учебниках по английскому языку для шестого класса обнаружили ссылку на порно-сайт скуколт Порно. Ссылка находится внизу страницы среди заданий раздела Хуайю. Она ведет на одностраничный сайт. В нем расположены три порнографические фотографии, порно-рассказ и видео, где пара танцует сальцу. В 2001 году сайт был посвящен национальной спортивной конференции геев, прошедшей в Бостоне. Последний раз владелец домина сменился в июне 2021 года. В издании учебника 2022 года ссылки уже нет. В издательстве заметили ошибку. Родители школьников из Краснодара собираются пожаловаться в Министерство образования региона. В Калининградской области задержали местного жителя с килограммом коноплей, который неправильно переходил дорогу. Во время дежурства сотрудники ДПС заметили мужчину с пакетом, который пересекал проезжую часть, нарушая ПДД. Его остановили и спросили, что находится в пакете, но мужчина бросился бежать. После задержания в пакете обнаружили большую партию наркотиков. Мужчина сказал, что нес коноплю в подарок своей жене. Тем временем ничего необычного, и Жириновский прибыл на митинг ЛДПР на тройке лошадей. Алканавт из Ухты так хотел спать, что в поисках ночлега разбил окно в местном ритуальном салоне и уснул прямо в гробу. Разбудили графа Бухакулу полицейские. Рядом с молодым человеком лежали 8 рулонов туалетной бумаги и банка варенья. В США айтишник пожаловался, что его умный холодильник начал стыдить его. Машина сама подсчитала, как часто тот жрет, а затем предъявила мужику, чтобы тот завязывал открывать ее по 44 раза в день. Восстание началось. На этом все, если вам понравилось ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте несколько комментариев. Если хотите поддержать канал, все ссылки в описании и до скорой встречи, пока.